Волга Также содержащиеся в стоках вещества ускоряют окислительные процессы и приводят к снижению уровня кислорода в воде, что негативно сказывается на всей биологической экосистеме. Таким образом, вопрос чистоты воды в Волге стоит ребром не только для экологов, но и для всех жителей республики. Предприятиям-нарушителям будут выданы предписания на устранение нарушений и приведение источных вод в соответствии предельно допустимым концентрациям. Научными сотрудниками Росприроднадзора была проведена масштабная проверка состояния Волги. Было взято 2000 проб воды и результаты оказались неутешительными. Всего выявлено 25 объектов, наносящих реке колоссальный ущерб. Среди них три республиканские организации, общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Казань», территория особой экономической зоны «Инополис» и акционерное общество «Зеленодольский водоканал». Надо обязательно в местах сброса источных вод проводить тоже реабилитационные мероприятия, и аэрацию воды, и периодическую вымку донных отложений, посадку растений, может быть создание биоплаты, еще целый ряд инженерных методов можно применять. Помимо этих предприятий, вредоносные химикаты Волгу также сбрасывают и Московская, Астраханская, Нижегородская и другие области. И все же главным способом по борьбе с загрязнением является повышение особенностей общества, внедрение в предприятия технологий, щадящих качество воды и культивирование мысли, что это проблема, решение которой лежит на всех нас. Алина Сафина, Универ Ньюс.